Истинная правда И все куры были на нашесть Одна из них белая коротконожка Курица во всех отношениях Добропорядочная и почетная Исправно несучая положительное число яиц Уселась поудобнее и стала перед сном чиститься И расправлять клювом свои перышки И вот одно маленькое перышко Вылетело и упало прямо на пол Ишь как полетело, сказала курица Но ничего, чем больше я чищусь Тем делаюсь красивее Это было сказано так в шутку Курица вообще была веселого нрава Но это ничуть не мешало ей быть Как уже сказано весьма и весьма почетною курицей С тем она и заснула В курятнике было очень-очень темно Куры все сидели рядом И та, что сидела бок о бок С нашей курицей не спала еще Она не то, чтобы нарочно подслушивала слова соседки А так, слушала, как говорится, краем уха Так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке Ты слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать в себе все перья Чтобы только быть покрасивее Будь я петухом, я бы презирала бы ее Честное слово Как раз над курами сидели в гнезде совята Сова с мужем и детками У сов уши острые И они не упустили ни одного слова соседке Все они при этом усиленно вращали глазами А совиха махала крыльями, точно опахалами Не слушайте, детки, впрочем, вы, конечно, уже слышали Я тоже, ах, просто уши вянут Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах У петуха! Детям вовсе не следует слушать подобной вещи, сказал сова-отец Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке сове Она такая милая особа И совиха полетела к соседке Угу, угу! Закурлыкали потом обе совы прямо над соседней голубятней Вы слышали? Вы слышали? Угу, угу! Одна курица выщипала себе все перья Из-за петуха Она замерзнет, замерзнет до смерти Если уже не замерзла Угу, угу! Кур-кур-кур! Где, где ворковали голуби? На соседнем дворе Это почти на моих глазах было Просто неприлично И говорить об этом Но это истинная правда Как же здесь промолчать? А верим-верим, сказали голуби И заворковали сидящим внизу курям Кур-кур! Одна курица, говорят Даже две курицы выщипали себе все перья Чтобы отличиться перед петухом Ой, какая рискованная затея Можно ведь простудиться и умереть Да, они уже даже и умерли Ку-кур-ку! Запел петух Взлетая на забор Проспитесь У него с самого утра Глаза еще не совсем слепались От сна А он уже кричал Три курицы погибли От несчастной любви к петуху Они выщипали в себе все перья Такая гадкая история Не хочу и не буду молчать о ней Пусть разнесется по всему свету Пусть-пусть-пусть Запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи «Пусть, пусть, пусть!» И история разнеслась. Со двора во двор из курятника в курятник и дошла, наконец, до места, откуда и вышла. Пять куриц рассказывалось тут, выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху. Потом они заклевали друг друга насмерть, в позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам. Курица, которая выронила одно перышко, конечно, и не узнала своей собственной истории. И так курица во всех отношениях, она же была почетная. Я презираю этих кур, но таких ведь много. О подобных вещах нельзя, однако, молчать. И я со своей стороны сделаю все, чтобы история эта попала в газеты. Пусть разнесется она по всему свету. Эти куры и весь их род стоят этого. И в газетах действительно напечатали всю эту историю. И это истинная правда. Одному маленькому перышку куда как нетрудно превратиться в целых пять курей. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Ну а сейчас время смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok